Всем привет! Добро пожаловать в урок T8 программирования на Lua в Roblox Studio. Сегодня мы научимся на нажатии клавиш на вашем компьютере или нажатии на нарисованные клавиши на тачскрине выполнять определенные действия в вашей игре. И мы будем делать это самым простым способом. Давайте откроем документацию. И посмотрим на такую штуку, как служба Context Action Service. Эта штука позволит нам назначать на определенные нажатия клавиш или любых других устройств ввода, на мышку, на джойстике, на тачскрин, какие-то действия назначать. Например, открытие двери, копание, земли в поисках клада или стрельбу из оружия, дополнительную или перезарядку оружия. Про оружие, про инструменты это отдельный будет урок. Этот урок будет с продолжением. Так что сейчас у нас все-таки урок T8.1. По этой документации скучненькой, но она не очень скучная для меня, но тем не менее это 20-й раз я уже записываю это видео, у меня она уже поднадоела. Давайте сразу перейдем к какому-то примеру. Вы посмотрите и потом будем уже что-то делать. Так, вот взяли простой код, зашли. Для работы с клавишами и любым вводом от пользователя скрипты обязательно должны находиться в папке. Это должны быть локальные скрипты. Они должны находиться вот здесь, в стартер, плеер, скрипт. Так, локал скрипт выбрали. И вставили информацию. Ну, будем считать, что это вводный урок. Сегодня мы, конечно, научимся многому, но более подробно я расскажу попозже. Это я сейчас привожу этот исходник со странички в такой удобаваемый вид, чтобы все на экране помещалось. Итак, что эта служба, Context Action Service, позволяет делать? Она позволяет для нас рисовать кнопки на тачскрин устройствах. Если у вас ноутбук с тачскрином, то вы, в принципе, наверное, и на ноутбуке увидите, как рисуются эти ваши... Тачскрин имеется в виду на экран, вот где у меня курсор бегает. Если там можно прикасаться пальцем, есть такие ноутбуки, то вы увидите эти кнопки. Если уже у вас обычный тачскрин в ноутбуке, ну вот ниже клавиатуры, то этих кнопок вы не увидите. Что же сделать, чтобы... Как проверить работу этого... Не этого, а вашего проекта, вашего плейса на разных устройствах? У нас есть такая штука. Нажимаем «Тест» вкладку. Выбираем «Плейс», чтобы был текущим. Тогда здесь появляется кнопка «Активный эмулятор». Мы можем выбрать то устройство, на котором будем смотреть. Видите, разные айфончики есть. Ну, у нас сейчас десятый. Самсунги, айпадики. В принципе, все устройства не перечислишь, но самое главное отличие в этих устройствах, вы видите, разрешение экрана. Это сколько точек, картинка, вот эта игрового поля в ширину и высоту. Ну, вот на iPhone X у нас довольно большое разрешение. Нормально. Нам хватит. Давайте просто запустим «Плейс», посмотрим, эмулятор сработает или нет. Так, ну, вот я вижу уже «Тач» какие-то кнопки. Но это по умолчанию кнопки, они в любой игре сразу идут. Прыжок и движение. И все. Ну, окей, посмотрели. Возвращаемся к нашему скрипту. Итак, первой строчкой мы получаем в переменную ссылку на эту службу, Context Action Service, для того, чтобы каждый раз не писать вот эту вот махину с двоеточием, там, с кавычками и так далее. Просто будем переменную использовать. Ну, это, наверное, видели во многих примерах и моих уроках в том числе. Сразу подсветился запуск первой функции. Мы сегодня будем рассматривать функцию Wind Action. Это означает «Прикрепи действие какой-то кнопки». Вот тут мы пишем название действия. Давайте ради этого урока я впервые напишу его по-русски. Можно писать по-русски. Назовем его «Открой дверь». Причем мы прикрепляем эту «Открой дверь» действие на кнопку на нашей клавиатуре, на кнопку F. Не называйте действия, нажми на кнопку F, потому что на одну кнопку F мы можем кучу действий потом закрепить. Например, «Открой дверь», «Сесть машина», «Перезарядить оружие» и так далее. Так. Здесь я тоже на русский переведу. Так. Что это за функция? Это простая функция с любым именем. Как хотите, так и называйте. Мы эту функцию потом прикрепляем к нажатой кнопке. Вот видите, вот. Handle Action. Кстати, называйте свою функцию так же, потому что это соглашение в Роблоксе и будет всем понятно. Handle Action – это значит, ну, обработай то или иное действие. Хотя можете назвать как угодно. Так. У функции, которую мы передаем, которая будет выполнять какое-то действие в игре, у нее есть три параметра. Первое. В этот параметр попадает имя действия. Вот отсюда этот текст попадет. Сюда, внутрь нашей функции. InputState – это означает взаимодействие, ну, как бы, состояние клавиш. Ну, вот давайте про клавиши сейчас поговорим. Если клавиша только нажата, то у нас вот такое вот действие придет. InputState будет равен вот этому действию. Begin. Это значит, только начали. В момент первого нажатия на клавишу запустится Handle Action, и в InputState там будет вот это значение. Begin. Также здесь может стоять слово End. Вот такое вот. А давайте проверим. Сначала с Begin попробуем сделать. Так, ну и все, можно запускать. Только я его без эмулятора хочу запустить. Так. А, ну и с эмулятором тоже сработало. Кнопку F нажал, видите, у меня появилась строчка. Пытаюсь разобраться с действием. Открой дверь. Вот, нажимаю еще. Видите, оно происходит. Так, а давайте теперь я в исходнике поменяю здесь Begin. Это на нажатие кнопки. На отпускание кнопки. End. Запускаю. Сейчас я буду нажимать на эту кнопку. Пока не жму. Вот. Нажал и держу. Не отпускаю. А сейчас я буду отпускать. На раз, два, три. Раз, два. Ничего не сработало. Так, не туда нажал. Еще раз. Раз, два, три. О, вот. Надо было активным сделать это окно. Видите, действие выполнилось на отпускание кнопки. Для чего это можно в игре использовать? Например, на дальность стрельбы из рогатки. Вы зажали кнопку. Это действие. Заряжаем загадку. Заряд. Рогатку заряжаем. И в этот момент ваш игрок начинает оттягивать. Оттягивать. Вы, например, здесь рисуете какую-нибудь шкалу силы. И когда вы отпустили, игрок стреляет. В зависимости от того, какую вы энергию накопили, настолько он и стреляет. Ну, это, конечно, тема для какого-нибудь другого урока или стрима, может быть. Итак. Здесь могут быть еще другие. Вот. Здесь могут быть, конечно, и другие какие-то значения. Но мы будем с Begin. Самое простое. Про другие значения, когда мы будем документацию вот здесь по строчкам разбирать, я вам расскажу. Так. Понятно. Когда мы нажимаем кнопку F, у нас запускается вот эта функция. Но чтобы понять, какое действие происходит в данный момент, мы можем сравнивать. Добавим условия. If. Action name. Равно-равно. Так. Равно. Тут открой дверь. У нас же русский язык поддерживается. Хорошо. Pen end. И здесь напишу, что открываю дверь. Открываю дверь. Давайте какой-нибудь еще попробуем. Перезаряжаю оружие. Перезарядка. Перезаряжаю оружие. Давайте на двух. Понятно, да? Как добавлять. Давайте еще раз запустим. Я в эмуляторе сейчас уже, наверное, не буду. Так. Нажимаем F. Открываю дверь. Почему два раза открываю дверь? Срабатывает. Не могу понять. Так. Давайте посмотрим. Может быть, где-нибудь у меня ошибка. Begin. Открыть дверь. Странно. Так. Отключаю эмулятор. Нам он будет мешаться. И давайте вообще посмотрим, кстати, как открыть панель. Вот если мы эмулятор отключили, если мы в обычном режиме теста, то по клавише F9, нажимаю F9 на клавиатуре, видите, появилась такая... Так. Во-первых, я уже вижу ошибку. А, ну ладно. Эта ошибка не влияет. Это от каких-то старых скриптов. Тут у меня фонарь нарисован, да? Из предыдущего урока. Вот там. Какой-то скриптик остался. Итак, нажимаем F9 и смотрим. Нас интересует вот эта вот вещь. Action Bindings. Это на какие клавиши, какие действия у нас забинджены. Написано Security Core. Это означает встроенный в Roblox. Их нельзя удалить, нельзя изменить. Мы видим, что вот на клавишу F... А, понятно. Понятно и непонятно. Почему... Почему у меня здесь написали, что я ядро. Core. Ладно. На клавишу F открываем дверь. Окей. И мы видим кучу встроенных. Клавиша прыжок. На какую-то... На какую-то... Клавишу Jump. А Jump у нас пробел по умолчанию. Да? И не только пробел. В джойстиках кнопка A, по-моему. Так. Тут тоже перемещение. Профиль смотреть. Вот. OpenDevConsole. Вот то, что мы сейчас нажали. Тоже, оказывается, сделано через действие забинджена на кнопку. Прикреплено к кнопке F9. У каждой акции есть свое свойство. Ой, свой приоритет. Если мы на одну и ту же акцию забиндим, на одну и ту же кнопку, если мы назначим несколько действий, то по нажатию кнопки будет выполняться только последнее действие. Но эти действия, при назначении их... Давайте это я покажу. Так. Сделаем какую-нибудь очень простую функцию. Еще одну. Которая просто печатает. Ничего не проверяет. Глупая функция. Назовем ее действие 2. Здесь еще будет присоединяться к этой строчке. С помощью вот этого. Которая двух точек будет склеиваться строка. Так. Теперь давайте. На эту же кнопку. Или давайте пока не на эту. На кнопку X. X. Назначим любое действие. Я специально так пишу. Неважно какое название. А функцию. Функцию я назвал Action2. Так что, когда мы будем нажимать кнопку X, у нас будет вызываться функция такая-то. Давайте попробуем. Так. Я тут оказывается output отключил. Вот я включил, чтобы мы здесь видели. Еще раз запускаю. Это я хочу ошибку. Так. В какой у меня строчке? Ладно. Все стираем. Это остатки от предыдущего урока. Хочу, чтобы их не было. Вот. Сейчас ошибок никаких нет. Итак. У меня забинджены кнопки F и кнопка... И кнопка X. Нажали F. Открылась дверь. Так. Кнопку X. Как вы думаете, почему два раза происходит? На F два раза дверь и на X два раза? Все очень просто. Дело в том, что вот эта акция, ну точнее действие про нажатие кнопки срабатывает в двух случаях. На тот момент, когда у нас нажата кнопка и на тот момент, когда у нас кнопка отжата. Давайте сделаем вот так. Не только название акции действия нашего пишем. Давайте здесь будем смотреть, а какое же состояние кнопка нажата или отжата. Я вам покажу простой способ. Если вы не понимаете. Так. Так. Не то. Ребят, не туда я вставил. Надо вставить вот сюда. Эта строчка уже у нас пытается разобраться. Вот смотрите. Она один раз только начата. А открывание двери, оно у нас срабатывает два раза. И вот здесь давайте посмотрим, на какое состояние нажатия кнопки оно срабатывает первый раз и на второй раз. Какое срабатывает. Нажимаем кнопку F. Ну все ясно теперь. Первый раз оно сработало на нажатую кнопку Begin, а второй раз нажат на отжатую. Это когда вы ее отпустили. Это все происходит мгновенно. Ну давай теперь. Вот я нажал кнопку F сейчас. Нажал и держу. Видите? And еще пока я держу кнопку F, не сработало. Вот сейчас я отпущу кнопку. Смотрим сюда. Отпустил. Вот. Сработало. Как я вам говорил уже про зарядку энергии рогатки. Как же сделать так, чтобы у нас все работало? Чтобы этим не заморачиваться. Давайте вот все экшены перенесем вот сюда. Теперь все действия будут срабатывать только при кнопке и при первом нажатии кнопки. Когда мы ее нажали. Давайте проверим. Нажимаю F. Да, вот срабатывает один раз. Отлично. Нажимаем X. А X у нас до сих пор два раза срабатывает. Почему? Потому что, видите, какая функция для срабатывания. Она примитивная. В ней нет даже условий. Я не проверяю, нажали кнопку или отпустили кнопку. Понятно. И она поэтому срабатывает два раза. Так что, если вы будете что-то свое программировать, не ошибитесь. Помните, что здесь вот так сделано. Так, давайте теперь на одну и ту же кнопку. Давайте теперь действия ла-ла-ла-2. Мы ее на ту же кнопку повесим. На кнопку F. Запускаем. Нажимаем кнопку F. Так, я не понял. Точнее, я понял. Я же специально это сделал. Никакого открывания двери не происходит. Это классная штука, которая нам облегчит написание сложных игр в будущем. Дело в том, что служба называется Context Action Service. Это означает, что в различном контексте будут разные действия производиться. Если вы рядом с дверью находитесь, то будет открываться дверь. Например, если вы рядом находитесь, точнее вдали от двери, то будет перезаряжаться оружие и так далее. Как же это все делать? Например, как добавить? Вот я рассказываю. Не показываю. Возможно, в следующем уроке, наверное, мы это посмотрим. Как сделать так, чтобы, если вы подходите к двери близко, чтобы срабатывало открывание двери. А все просто. Наша дверь, например, нашу дверь мы окружаем каким-то прямоугольником невидимым, на прикосновение с которым будет срабатывать вот такая вот конструкция. Вот такая. Bint Action. А на заканчивание прикосновения с этой вещью, ну, например, смотрите, если непонятно. Так. Делаем деталь. Эта деталь у нас дверь. Вот она дверь. Давайте какой-нибудь цвет ей там, допустим, такой сделали, да? А вокруг этой двери я ставлю невидимую область окружаю. Ну, про невидимость вы помните как, да? Делаем View, Properties. Где у нас Transparency? Делаем Transparency. Вот так, например. Почти не видно. Ну, для отладки пусть будет видно. Когда вы подходите, касаетесь местности рядом с дверью, у вас запускается вот такая вот функция. На кнопку F прикрепи открывание двери. А когда вы отходите, там TouchEnded называется, по-моему, функция. В других уроках мы уже сто раз говорили, даже в предыдущем уроке, про вот эти вот все прикосновения. А, ну вот, вот, ребята. У нас есть Touched и есть TouchEnded. Ну, и как пример. В этом уроке мы это не рассматриваем. Так вот, когда вы отходите от двери, вы должны сделать не Bind Action, а Unbind Action. Мы это посмотрим. Так, вот, Bind Action. Это значит назначить на кнопку какое-то действие, когда мы отходим. Вот, Unbind Action. И не нужно уже никакую кнопку здесь указывать, но просто название действия нашего Action. Unbind. Открой дверь. Убрали. Вот и все. Такс. Как же сделать так, чтобы на нажатие кнопки F срабатывало и новое, ну, самое последнее назначенное действие, и старое. А все очень просто. Нужно вот здесь добавить Return и возвращать значения. Тут значения эти оговорены. Вот здесь Bind Action. Давайте посмотрим. Так, 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 так. Здесь есть такое понятие, как Sync. Sync это значит не передавать в следующую функцию значение. Точнее, не дать запуститься следующему действию. Ага, вот я вижу. Пример. Так. Если мы сейчас запустим, то у нас ничего не изменится. Потому что возвращение этого значения текущее выполненное действием. Вот. Оно передает нашему Roblox. Такое сообщение, что следующие действия, забиндеренные, назначенные на эту кнопку, не выполнили. Ну, давайте я проверю, чтобы точно как там документация, чтобы все срабатывало. Так, нажимаем F. Да. Срабатывает только второе. Так. А давайте теперь передадим. Pass. Кстати, давайте посмотрим, какие есть варианты. Есть только Pass и Sync. Pass это значит передай эстафету дальше, пусть следующее действие на эту же кнопку сработает. Ну, какое, если есть назначенное. Sync это значит утопить. Ну, загаси. Значит, ничего не передавай. Ну, теперь давайте Pass попробуем. Должно в результате действия 2 сработать, и потом должно сработать эти двери. Кстати, в комментариях можете придумать, какие действия могут на одну кнопку назначаться. и одновременно работать. Вот самое главное. Нажимаю F. Да, все отлично. Сработало. Сработало. И действие La 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 сработало. Причем, смотрите, как интересно сработало. Сначала сработало действие La 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 на нажатие кнопки F, так как мы не проверяем, на какой срабатывает. Она срабатывает всегда. Потом дверь сработала на нажатие Begin, а потом сработало опять это действие 2, уже когда я кнопку отпустил. Ну, здесь, по-моему, понятно. Вот. Кстати, давайте опять нажмем F9, посмотрим. Action Bindings. Открою дверь и действие La La La. Видите, все на кнопку F, F, F. Так. Давайте я не буду отдельный урок сделать. Я здесь сделаю так, чтобы открытие двери имело больший приоритет. Чтобы эта La La La, несмотря на то, что мы ее... Несмотря на то, что мы ее прикрепляем последней, и она как бы вот она, последняя, да, на кнопку F, чтобы она срабатывала... Чтобы не она срабатывала, а более важная. Ну, открытие двери у нас, например, более важное. Так. У нас для этого есть небольшая модификация. Bind Action мы пользовались. А есть Bind Action от Priority. Значит, прикрепить кнопку к какому-то действию, но с приоритетом. Давайте вот так. От Priority. И вот здесь, перед кнопкой, которую нажимаем, здесь приоритет. Ну, мы увидели, что там приоритет был 2, 2 тысячи, давайте мы сделаем 3 тысячи. По-моему, там написано, что чем больше это число, тем больше приоритет. А приоритет это, что будет срабатывать в первую очередь. Нажимаем. Ой, ребят, я... Если был быстрый, вы меня бы, наверное, поправили. Я случайно не ту часть ручки заменил. Вот так. Мы обязательно должны оставлять запуск нашей службы, Context Fashion Service. И вот такая у нее функция. Сейчас обязательно сработает. Так, нажимаем F. Да, только дверь сработала. Нажимаем F, сработала дверь. Давайте понизим приоритет. Например, делаем тысячу или даже две тысячи. Ну, по умолчанию две тысячи приоритет, как вы видели в этой, в консоли разработчика по F9. Нажимаем F. Ну, все, как и раньше началось. Так, а давайте теперь посмотрим, что же еще можно делать. Я ставлю этот приоритет. Здесь лишний параметр. Ну, тем не менее, параметры, порядок точно такой же, кроме вот этого, да, вставленного, как в Intaction. Например, добавим еще одну кнопку, по которой может срабатывать та или иная акция. Например, вот так. Какую кнопку добавим? Будет по F срабатывать и будет срабатывать по кнопке C, например. А сюда мы добавим, мы тоже добавим какую-нибудь клавишу. А сюда мы добавим мышку, чтобы по нажатию на среднюю кнопку мыши срабатывала. Inum, Context, Context Action, Context Action, ой, не Context, User Input. Вот, здесь же мы читаем то, что User Input Type, да, тип, точка, и что может? Можно акселерометр использовать. Так как я пишу это уже, не знаю, 20 раз, я вот сегодня не помню, я вам уже рассказывал или нет. Но в любом случае, вместо кнопки можно использовать акселерометр вашего смартфона. Например, потрясли, и у вас на экране там землетрясение произошло. Фокус – это когда окошко стало текущим. Например, вы игру свернули, или вот это окно Роблокса, ну, другую программу открыли, или другую игру, а потом вернулись уже к уже открытой игре. И вот тогда сработает вот это, как бы, как отдельная кнопка. Но это на самом деле не кнопка, это действие игрока. И на нее тоже можно сделать, закрепить какое-то действие в игре. 8 геймпадов может к одному компьютеру быть подключено одновременно. Это я сейчас пытаюсь придумать. Прикольная игра была бы на Роблоксе, где 8 ваших друзей, ну, вы и 7 ваших друзей можете одновременно играть на экране, на одном экране. Гира – это гироскоп, ну, понятно, тоже в телефонах. Так, клавиатурой мы и так пользуемся, и нам кикод. А вот и клавиши мышки. Первая – это левая кнопка, вторая – это правая кнопка мыши, третья – это средняя кнопка мыши. Так, еще движения мышки можно, какие движения колесика, что еще там, тач. На всякие тачи движения мышки можно узнавать координаты. Вам будут приходить координаты, откуда провели, там, пальцем, докуда, или мышкой. Так, договорились, что средняя. Вот так. И давайте теперь запустим. Теперь, несмотря на все эти приоритеты, мы можем запускать отдельно C, нажимаем дверь, и среднюю кнопку мышки нажимаем. Вот, открой дверь, сработало. Вы поняли, что нам не нужно в программе ничего писать, никаких условий. Мы можем просто на одно действие сразу кучу кнопок перечислить. Ну, не перечисляйте, наверное, уж очень много, чтобы игрок, чтобы и вы, и игрок не запутались. Но, как вы знаете, что некоторые кнопки управления дублируют. Вот, например, вас движение игрока можно продублировать на стрелочках, ну и так далее. Так. Что еще здесь интересно? Ага. Подробно в этом уроке я, наверное, не буду останавливаться, но посмотрим. Смотрите, мы уже вот с этими параметрами разобрались. Здесь у нас... Так, ребята. Давайте вот с перезарядкой это еще не разобрались. Так. Это название действия акции. Это то, как у нас нажали кнопку или отжали. А у нас еще есть третья штука. Input Opt. Это более подробно о том, как нажал игрок. Ну, здесь из этого Input Opt. Возможно, в следующем уроке где-нибудь посмотрим. Но, на самом деле, вам достаточно документации. В Input Opt можно узнать на то, как сместилась мышка, куда нажали там джойстик, в какую сторону и так далее. Понятно. В Input State мы простые вещи только. Нажато или отпущено. Вот. А здесь уже можно более подробные для устройств ввода, которые более сложные, которые координаты, там движение по экрану предусматривают и так далее. Так. Ну, вот давайте перезарядка. Вообще, хорошим, хорошим стилем программирования нужно не создание вот такой вот функции, еще одной, да, а просто еще одного биндинга. Например, смотрите. Делаю еще один биндинг. Уже не открою дверь. Как у нас там называлась она? Перезарядка. Перезарядка. Имя функции тоже остается. Handle Action. Вот это. Видите? Здесь у меня уже все записано. Вот код-то есть для перезарядки оружия. Приоритет. Приоритет. Ну, давайте приоритет, например, 3000 сделаем. И оставим тоже кнопку F1. И давайте, я хочу убедиться, что у меня срабатывает. Так. Срабатывает. F. Перезарядка. Отлично. Все работает. Вы поняли, что вот эту вот ерунду я вам только как пример сказал, что можно на одну и ту же кнопку разные функции назначать. Так. Ну, все клево. Вы спросите, а где же тачскрин кнопочки-то? Где же все это происходит? Так. И давайте еще одну акцию сделаем, чтобы что-то, не просто текст выводился, потому что текст мы можем только на компьютере проверять. А если вы хотите проверять, как это работает на мобильном устройстве. На мобильном устройстве нам придется что-то сделать с миром, с нашим окружающим. Но так как мы находимся в локальном скрипте, нам доступ особо не дают до нашего мира. менять цвет. Здесь вместо принта мы будем менять цвет, например, бейсплейта. Той серой фигни, на которой мы стоим. Вот эта площадка бейсплейт. Если ее нет, то человек будет проваливаться. Наверное, вы уже экспериментируете. Гейм. Воркс. О, без гейма можно сразу писать с маленькой буквы workspace.baseplate У нее есть BrickColor такое свойство, цвет ее кирпичика. И сюда мы новый BrickColor Random. Пусть всегда случайный цвет, чтобы нам не писать кучу кода. Итак, все уже запрограммировано для смены цвета бейсплейта. Теперь нужно просто акцию сделать. Давайте вот эту еще одну сделаю. Вы у себя, конечно, можете это в одну строчку все размещать. Вообще было бы клево, да? Четыре строчки, это значит, четыре кнопки мы уже назначили на четыре действия. Так, действие меняет цвет. Нельзя ошибаться в больших, маленьких буквах, как вы написали, так и используете. Так, Handle Action, все правильно, приоритет. Ну, пусть уже еще более высокие, допустим, четыре тысячи тоже на кнопку F. Все, по идее, мы должны по этой кнопке F менять цвет. Ну, вот, клево. Все срабатывает, как надо. Как же теперь на мобильном устройстве все это сделать? Да все очень просто. Вот у нас есть параметр в этой функции, Bind Action от Priority и просто Bind Action у нас тоже есть. У нас это параметр False. Это как раз и есть. Рисовать тачскрин кнопку или нет. Ну, давайте скажем true. Рисуй. Запускаем. Кстати, для тех назначенных рисовать не будет. Только вот для этой. Так, нигде у нас кнопка не нарисована, нам нужно запустить в эмуляторе. тест, эмулятор. Вы выбрали сотовый телефон, мобильный телефон. Так, ну, пока не запустили, кнопка эта не рисуется, так как она динамически рисуется. Вот она появилась. Это кнопка прыжок, а вот эта кнопка сменит свет. И она работает. Но размещаются кнопки автоматически, как вы видите. Видите, они у нас тут накладываются. Если мы сейчас с другим эмулятором, давайте на Самсунге, например, запустим. iPhone. У меня с Самсунгом, по-моему, S7 были проблемы. Видите, у него немножко разрешение другое. Картинка повыше. Во! Вот, вот как теперь сменить свет, если у нас все это наложено на кнопку прыжка. Кстати, в принципе, можно до этой кнопки прыжка, встроенной, добраться и поменять ее координаты тоже. Но это не тема этого урока, это продвинутая тема, но ничего сложного в этом нет. Давайте хотя бы отодвинем нашу кнопку. Так. Давайте у других кнопок тоже сделаем. True. Пусть все кнопки рисуются. Давайте посмотрим, как нам Roblox разместит наши кнопки. На экране. Ох как! О! Цвет разместился сюда, а четвертую кнопку я вообще не вижу. Я вообще не понимаю, каким образом он эти кнопки размещает. На самом деле, для размещения кнопок здесь есть такая невидимая фрейм. Он в этом диапазоне, ну я не знаю, какого, примерно вот такого размера, как я вам рисую, он пытается разместить эти кнопки. Но так как Roblox сам их размещает глупо, мы их, давайте, во-первых, давайте мы перейдем, подпишем их сначала, чтобы понимать, где какая кнопка. чтобы открой дверь писалась, открой, set title, здесь мы должны указать, для какого действия title, и здесь должно быть название. Будет такое, открой просто. Давайте я запущу, чтобы сразу посмотреть. Да, вот, открою, видно. Кстати, fit to window, это чтобы в это окошко у вас помещался этот смартфон, можно сделать актуальное разрешение, это значит, настоящее, как на телефоне, все точки будет видно. А можно еще сделать не актуальное разрешение, а, например, как физический размер. И он будет примерно размер соответствовать на экране вашего компьютера, должен соответствовать размеру этого устройства. Но здесь могут некоторые точки быть не видны. Но я делаю fit to window, это значит, чтобы полностью вписалось в окошко. Хотя, какие-то искажения могут быть. Итак, ну вот я вижу, что уже какая-то кнопка подписана. Классно. А давайте попробуем. Другие кнопки точно так же можно подписать. Например, перезарядку сделаем. Я специально пробел пропущу. Надеюсь, она перенесет строчку. У нас вообще перезарядку видно. Нет, эту кнопку перезарядка вообще не видно. Давайте теперь изучим, как эти кнопки можно размещать. Давайте эту перезарядку в левый верхний угол поставим. Есть следующая функция у службы. Называется setPose или setPosition. setPose можно его размещать. Так, Udyn2 хитрая штука для того, чтобы задавать относительные координаты. Так, первый параметр это по горизонтали от нуля до единицы. Ноль это самое левое. Давайте, второй параметр это смещение в пикселах по горизонтали. Третий параметр это по высоте смещения. Так, от нуля до единицы, значит, ноль здесь должен быть, левый верхний угол. И ноль в пикселах смещения. И я вам лайфхак покажу, как можно не рассчитывая, как бы попробовать о, вот в левый верхний угол у нас поместилась кнопка перезарядка. А остальные остались кнопки как были. Хотя перезарядка у нас где-то за экраном видимо автоматически где-то вот здесь она, наверное, была. Мы можем и другие кнопки разместить. Давайте открой дверь я размещу рядом с этой кнопкой. Мы можем сделать вот как берем и копируем, чтобы точно такие же были координаты для открой дверь. Но мы не хотим, чтобы оно друг по другам рисовалось. И мы поэтому по иксу сдвинем ее на, например, 50 пикселей. вообще про UDIM почитайте. Я рассказывал когда Screen UI так не сработало. А, я имя наверное не поменял. Да, не перезарядка. Нужно откроть дверь же. Мы же название еще цвет. А, давайте для цвета будем не название ставить, а картинку. Как картинки ставить? Аккумулятор отключили. Идем Home. Toolbox. Я не буду сам загружать картинки. Берем из Toolbox Images картинки. Выбираем любую картинку которая может подойти. Желательно с прозрачным вот давайте VIP. Пока мы эту картинку нанесем например вот сюда. Так триггер триггер вот она DECAL нам нужно отсюда узнать адрес нашей картинки. Так сейчас сделаем View Properties DECAL на картинку эту щелкнули вот она DECAL наклейка и вот у нас есть адресы правой кнопкой копировать так на что мы хотели менять цвет менять цвет Set Image здесь должно быть название мы его пока пропустим и в кавычках мы должны указать адрес вот который я в буфер мена занес с этого DECAL теперь могу этот DECAL удалить наклеечку вот а ссылка на эту картинку у меня здесь осталось так ну и здесь мы должны название не цвет действия чтобы роблок знал к какой кнопке привязать на эту картинку ну и все мы кстати подходим уже к концу нашего занятия так ребята надо в эмуляторе запускать тест эмулятор кстати давайте в планшете попробуем iPad mini о какой квадратный стан видите у iPad mini видимо фрейм для кнопок он занимает по вертикали вот эту вот половину вот этот угол ну тем не менее вот вы видите что этот VIP кнопка вот она есть здесь мы можем тоже ее позицию чтобы она не автоматически сюда выставлялась как роблокс нам как ему заболарагалось не буду выговаривать как захочется а мы сами можем тоже set position поставить так ну все на этом урок как бы закончен но знаете я уже включил сюда темы со второго урока поэтому давайте я уже закончу здесь вы можете уже не смотреть если вы устали а я вот просто расскажу про функции что же контекст action service какие функции еще нам предоставляет про контекст про вот то как открывать дверь рядом с дверью ну это наверное следующий урок это очень интересно и прикольно так функции мы эти посмотрели bind action bind action с приоритетом а следующие bind activate как можно симулировать например вы играете на компьютере но как можно сделать так чтобы и гироскопа нет в вашем компьютере и нет например акселерометра в вашем компьютере в принципе с помощью вот этой штуки можно попробовать послать какую-то встряску какую-то там нажатие какой-то кнопки симулировать которая на самом деле не нажималась ну например изнутри другого вашего скрипта вы захотите чтобы нажалась кнопка перезарядки оружия и тогда она как бы нажмется и должно выполниться действие которое у вас до этого было на эту кнопку назначено ну здесь значит первый параметр это то что нажимать надеюсь я не ошибаюсь сейчас вот и а ну да здесь будет или клавиатура или мышка там и так далее и какой код послать вот клавиша для активации так эта штука позволяет получить табличку со всеми назначенными ну то что мы в отладчике смотрели по F9 все назначенные действия и какие каким кнопкам прикреплены но я не знаю для чего это вам нужно здесь можно получить тоже информацию по тому что прикреплено к нажатию кнопки к такому-то действию вот здесь имя действия вот как мы в кавычках писали вот тоже получите информацию так GetButton получить ссылку на кнопку которая нарисована у нас на экране да чтоб может ее позицию потом изменить по названию действия что можно тут делать прикольно получаем название кнопки и мы можем у нее менять координаты у этой кнопки мы можем например по экрану делать чтобы она бегала эта кнопка подляночка получить иконку текущего инструмента выбранного в принципе для чего это можно ну например у вас есть в вашем рюкзачке там 10 вещей с помощью этой функции мы можем получить картинку и эту картинку мы можем назначить на кнопку SetImage какое-то действие нашего например перезарядить прямо на кнопке будет это оружие нарисовано его картинка по-моему это здорово так SetDescription добавить описание к нашему действию ну на самом деле если вы почитаете документацию то это как бы ничего не вносит в игре вы это не сможете нигде увидеть и на экране тоже и даже в отладочной консоли R9 вам тоже не покажут описание SetImage мы уже посмотрели как картинку на кнопку назначить позицию кнопки как сделать о я вспомнил я вам лайфхак сейчас покажу галочку пишу чтобы сейчас показать SetTitle это мы уже писали это надпись на кнопку поместить без картинки но она сверху картинка рисуется Unbind Action это значит забыть о назначении какого-то действия ну например мы делаем Unbind и здесь пишем открой дверь и все кнопка которая действовала ну вот это действие открытие двери по этой кнопке она перестанет действовать и будут продолжить действовать те действия господи что я говорю которые были прикреплены к этой кнопке до того как мы сделали вот эту вот функцию вот это я не знаю Unbind Activate но это связано с тем с эмуляцией юзерского ввода знаете мне нужно документацию про это прочитать это как вот снять эту эмуляцию например мы ему сказали так нажми клавишу F и вот он держит и вот это вот держание кнопки F можно отменить вот этой вот штукой если я не прав напишите в комментариях вообще мне для игр как-то вот эта вот эта функция и та Unbind Activate мне они как-то не очень нужны так Unbind All Actions если мы эту штучку запустим видите никаких параметров нет то все кнопки горячие и все действия все перестанут существовать так что чтобы опять действия выполнялись по каким-то нажатием кнопок нужно будет опять по очереди все вот эти вот функции Bind Action Bind Action Priority все их нужно будет повторить как в нашем скрипте ну вот эти вот штуки функции заново описывать не надо нужно просто заново вот эти вот строчки внутри какой-то функции вашей например так и подходим и события это мы все функции посмотрели службы Context Action Service и у него всего два события вот они очень полезны и они нужны нам для другого урока например вот это событие происходит Local Tool Equipped Local Tool Unequipped это когда мы активируем какую-нибудь пушку оружие например или инструмент у нас вот тут некое событие происходит например когда мы экипировали автомат оружие автомат мы можем с помощью вот этой штуки на кнопку например F добавить перезарядку конкретно этого оружия автомата а когда мы делаем его снять ну положить врузат unequipped мы с кнопки F нашего действия например мы действие перезарядки убираем а у каждого оружия должны быть свои вызовы вот этих штук если у вас патроны не общие между всеми оружиями понятно так ну и напоследок бонус лайфхак как размещать клавиатуру не ломать голову над этими координатами UDIM так где у нас здесь стартер GUI скрин GUI появился у нас и например так делаем делаем сначала фрейм размещаем примерно фрейм у нас вот так кнопки да помните вот или поменьше ну как-то вот так вот фрейм и теперь в этом фрейме мы попробуем разместим кнопку вот видите автоматически когда мы кнопку переносим нет ребята она автоматически фрейм не заносится а вот я могу ее вот так прикрепить фрейм о отлично все вот у нас фрейм этот есть и вот кнопочка делаем ее примерно размером похожую на нашу кнопку теперь делаем view properties и мы из координат этой кнопки ну давайте например вот так ее разместим как вот так мы можем взять координаты 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 пози вот она делаем копировать и давайте какую-то кнопку которую мы еще не размещали менять цвет вот у нас менять цвет позиции еще не было менять цвет только вы видите скопированные координаты какие-то странные сейчас их преобразуем так цвет и в этот юдин копируем эти координаты сюда ну мы должны кстати юдин может и сработал бы с двумя этими табличками но в общем вот так видите я стер фигурные скобки менять цвет и она меняет цвет кнопка у нас должна где-то в левом нижнем углу вот этого фрейма для кнопок разместиться так скрин гуи у меня остался нафиг он нам не нужен теперь его можно как-нибудь спрятать я уж не помню давайте посмотрим опять properties о enabled о я его спрятал в общем для того чтобы мы координаты двигали мы можем им пользоваться ну кстати из игры потом не забудьте удалить если вы не пользуетесь вот этим лайфхаком удалить зачем лишнего еще грузить так теперь тест аккумулятор и запускаем вот она наша кнопка это в левом нижнем углу ну я не совсем левый нижний угол давайте посмотрим окринал но это тем не менее это очень похоже на то место где я размещал единственное что я не вижу сейчас для этой кнопки это задача задать ее размер никаких параметров по заданию размера кнопочек вот этих автоматически генерированных я их не видел но вполне возможно что если мы получим объект этой кнопки по названию акции то мы можем еще и размер ее изменить это тоже возможно тема для следующего урока но я думаю это такая тема что вы сами можете покопаться если вам надо то и все сделать так ох ох вроде бы все но помните что это первый урок из серии и в конце концов мы должны в этой серии уроков научиться перезаряжать оружие не только ну что подписываемся ставим лайки донаты шлем вот а иначе будет наверное по одному уроку в неделю либо урок либо трансляция подписываем об что как бросили то это как halt